Я стою в реке Би, которая протекает рядом с городом Бийском, Алтайского края, которая является воротами горной Алтая. Ну, в общем, жизнь моя протекала вообще-то любопытно. Я в этом городе родилась и выросла, поехала поступать на Сибирский университет по филологии, кончила, приехала сюда снова в свой родной город и мечтала быть кем? Преподавать, писать статьи, работать. В общем, всё, где годится филология. Я работала учителем, в музее, в институте работала. Ну, в общем-то, в это время случилась такая любопытная история, когда решили строить Катунскую ГЭС. А в школе у нас была прекрасная учительница географии, которая нас каждый год возила с 22 по 10 класс в городе Алтай. Я была потрясена ещё ребёнкой, красотой такой страны великой, как городе Алтай. Её, ну, в общем, надо видеть и какое-то время хотя бы пожить, прикоснуться к ней и совсем не на экране телевизора, в общем-то. Чтобы понять, что такое Горный Алтай и что такое Алтай. Ну, так вот, строительство Горного Алтая, где предполагало развитие здесь моря, уничтожение высочайших памятников культуры, археологических древних и вообще колоссального громадного пространства, такой великой, может быть, самой великой второй реки в Горном Алтайе, Катунь. Вот, Би и Катунь. Катунь, на мой взгляд, ещё более важная река в Горном Алтайе. И вот мы, группа интеллигенции в городе Ирбийске, стали собираться в горькоме КПСС. Комната там была. Были такие, выдающиеся, на мой взгляд, просто люди, которые предприняли ряд таких вещей. Писали статьи в разные газеты, журналы, ходили по местным начальникам. И я писала. Я ездила в Москву, в общем, как многие здесь. И мы пытались внести свою лепту, чтобы этой колоссальной, невежественной Катунской ГЭС, которая угробила весь город Алтай, здесь не было. Ну, в общем-то, вся наша жизнь потом так или иначе была связана с тем, что нас, видимо, всё-таки преследуют. Я, в общем-то, на этих заседаниях интеллигенция приходила по понедельникам в нашу бывшую горком партии и написала книжку, которая называется «Катунский дневник по понедельникам». Ну, пыталась её опубликовать, но было настолько сложно, скорее всего, невозможно. Она у меня сейчас лежит вот там где-то, но я мечтаю попричать её опубликовать, когда-нибудь эта книга «Защите природе». о том, что нам всем необходимо защищать то, что мы имеем, о колоссальном даре миллионов столетий, когда она развивалась на Земле, совершенствовалась, и которая досталась человеку. О том, что нам нужно к ней относиться уважительно, и ни в коем случае её не разрушать. Ну, вот наша семья потихонечку стала заниматься другим делом. Где-то мы ездим у нас есть датик, где мы живём, работаем, и мы создали свою фотостудию «Лик Гэллери». Со мной работают вместе мои сыновья, которыми сын Илюша и дочка Кати, которые снимают и там цветы, берёзы, природу, Алтая. Пытается... Моя дочь пишет стихи прекрасные. Она пыталась... Ну, в общем, я вас всех приглашаю на наш сайт, который называется «Лик Гэллери». Вот. И посмотреть, чем мы занимаемся, что мы делаем. То есть мы по-прежнему работаем в сфере искусства и ставим за то, чтобы природа, уникальность такой земли, как Горный Алтай, была доступна всем людям на Земле. Они её освещались, у неё учились. И по-новому стали относиться к природе, которая на самом деле для многих является просто средством для обогащения. Вот это всё, что я хотела бы вам сейчас коротко сказать.